Добрый день! Вы смотрите специальный выпуск программы в тренде. Сегодня мы работаем не в студии DINDEX, а на Digital Brand Day. Это ежегодная профессиональная бизнес-конференция, посвященная самым важным, актуальным и острым темам, которые волнуют сферу рекламных коммуникаций. И нам улыбнулась удача. Сегодня мы поговорим со спикером конференции в нашей студии Сергей Жуков, глава отдела перформанс-маркетинга компании Ascona. Сергей, привет! Очень приятно! Сергей, только что закончилась ваша секция. В этом году она проходила под названием «Эффективный перформанс в Рунете». Расскажите, что было, что сейчас обсуждают игроки рынка? Все спикеры показали интересные кейсы, но вопросы были в конце острые и даже, я бы сказал, более современные. Хотели ответы про веб-3. Будем ли мы жить в новой интернет-реальности? Вот, но конференция была интересная. Тогда давайте подробно поговорим про Ascona, про вашу сферу деятельности. Начнем с установочного. Ascona сегодня выступает в трех упостасях как рекламодатель, как производитель и как ритейлер. Вот за последний год-два или вы можете отметить другой временной отрезок, с какими главными сложностями компания столкнулась в этих ролях? Может быть не сложностями, а вызовами? Да, было непросто, скажем так, но мы приняли на самом деле как вызовы, а некоторые факторы мы рассмотрели даже как возможность. На рынке в целом уход некоторых компаний, он был расценен как возможность, потому что освободилась аудитория, ее нужно забирать, игроки, скажем так, активировались за эту аудиторию. И это возможность. То есть, да, с одной стороны, вроде бы падающий рынок, но здесь освободилось место, ниша, которую нужно забрать, да, проработать по ней, повысить лояльность. Вот смотрите, как производитель Ascona ушел, наверное, один из крупнейших игроков, всем известная, всеми любимая IKEA. Стало больше клиентов? Стало, может быть, сложнее в каких-то вопросах? Стало сложнее. Первый момент, что мы с IKEA партнеры, и это проблема для нас. Вот. Но, что говорить о рынке? Сначала рынок ожидал все-таки, ну, какого-то возвращения. То есть, те клиенты IKEA, они были в неком ожидании, а что же будет дальше? Ну, как будто бы вернется. То есть, они закрылись, ну, месяц, ну, два, и вернется. Есть некоторые исследования, что показывают, что клиенты IKEA не готовы пока что рассматривать другие бренды, они ждут. Вот. И уже часть игроков это понимала, и вначале было тоже ожидание. Но уже к концу 22-го года все-таки за клиентов началась такая хорошая борьба. Все хотели отработать эту нишу. Это большая ниша. И действительно, не только у нас, но и у некоторых конкурентов неплохо получается работать по этой аудитории. Но то, что они достигли, скажем, какого-то прямо такого глобального результата по этой аудитории, ну, сказать невозможно. То есть, все-таки есть шлейф, да, он еще тянется, но уже пользователи, да, клиенты все-таки рассматривают мебельный ритейл местный. Как рекламодатель? Что-то заметили? Какие-то изменения, трансформации, что-то пришлось пересмотреть? Как рекламодатель, да. Если рассматривать именно стратегию рекламную, да, то была, конечно же, такая некая неизвестность. Вот многие, наверное, небольшие, скажем, игроки на рынке, они все-таки брали паузу. Крупные конкуренты, и наши, и мы, мы все-таки решили отработать больше в перформанс направлении. То есть, да, у нас не было какого-то, скажем, сокращения там сплита в перформанс, он наоборот рос. Мы подхватывали спрос, старались с ним играть и даже формировать, да, этот спрос. Поэтому наш медиасплит, наоборот, как бы он вырос. В части перформанс? В части перформанс. А в целом, как изменился медиасплит? Ну, направление диджитал медиа сократился очень значительно. То есть, я не скажу, что мы как-то сильно прям его сокращали. Да, мы сократили, но незначительно. Мы все-таки оставили присутствие. Наш бренд Форманс отработал на отлично. То есть, даже при падении рынка мы, как бренд, все равно были в плюсе, как брендовый спрос. И это говорит как раз о том, что все-таки наша узнаваемость, имидж, он работает. Ну, то есть, вы также сочетали и бренд Форманс-каналы, такие классические охватные медиа, с перформанс и диджитал. Да. Поняла вас. Давайте чуть более поговорим подробно про спецпроекты. Сегодня спецпроекты выступают одним из таких популярных форматов, где можно в креативной, развлекательной, классной форме познакомить бренда с аудиторией, аудиторию с брендом. Расскажите, для каких категорий рекламодателей это вообще подходит? С чего начать? Ну, мое мнение, что рекламодатели могут быть любой категорией, которые могут воспользоваться, скажем, такой историей, как спецпроект. Конечно, желательно, чтобы у любого рекламодателя была уже настроена некая классическая база перформанса, воронки. То есть, если вы создаете спрос, то вы его должны собирать. Нельзя просто запустить спецпроект, а спрос соберет кто-то другой, скажем так. Это, ну, получится не очень эффективно. Поэтому, если есть уже настроенный перформанс, есть понимание, как работает рынок и как работает спрос, и учитывается сезонность, и в целом понимаете тренды рынка, да, то, конечно, спецпроект это очень хорошая идея, потому что действительно в падении, допустим, той же категории, которую я сегодня показывал на презентации, это было падение, например, категории кровати, спецпроект сделал плюс 35 в спросе, да, то есть в продажах и 34 в спросе. То есть, даже в падающем рынке точечный спецпроект, да, мы нашли нужную аудиторию, мы заинтересовали ее качественным креативом, там были лидогенерации, которые позволили все-таки погрузиться немного в процесс выбора продукта и получили от этого вот хороший профит, то есть все-таки конверсия с этой аудиторией дальше, она была очень высокая. Спецпроект, я считаю, отработал удачно. Скажите, а с какими потенциально сложностями можно столкнуться при запуске спецпроекта? Ну, процесс спецпроекта зачастую сталкивается с некоторыми факторами, которые действительно сложно. Сложность в том, что нужно понимать, что во время запуска спецпроекта нету других косвенных факторов, которые повлияют на его, например, рост. Или, ну, допустим, мы если бы запустили СИЗО, да, либо мы не понимали, что какой-то вот феноменальный спрос происходит, мы могли записать эти услуги, точнее заслуги в спецпроект, но это было бы не совсем верно. То есть важно его правильно оценить. И здесь, то есть учитывать вот маркетинговый календарь, да, что сейчас вот как бы есть некая позиция, что сейчас этот продукт не продвигается нами в медике, либо на ТВ кем-то. И это надо учесть. Дальше, конечно же, после этого сложность с креативом. На самом деле здесь нужно хорошо подумать и сделать очень большую массу выборок. Потому что, ну, если выйти с двумя-тремя креативами, то есть спецпроект может завернуться после их неудач. Нужно продолжать, нужно тестировать разные креативы и делать вывод, что именно в креативе было дело, да. То есть что вот в данном случае именно этот не отработал, другой отработал. Соответственно, эта глубокая аналитика, она позволяет немного, скажем, продлевать дальше тест, не закрывая его, потому что что-то не получилось, руки опустили. Нужно продолжать. Вот. Ну и, соответственно, сама история лидогенерации, как, например, это было у нас, она тоже важна, чтобы это было пользователю просто интересно. То есть не должно быть каких-то опросов там на 37 листов, понятно, да. То есть доступная, продуманная, скажем, пошаговая какая-то история. И когда пользователь это делает и получает потом, будет эта скидка, промо-код, мы сможем, кстати, по промо-коду дальше отследить эффективность, которые были применены и в оффлайне, и в онлайне, да. То есть здесь вот важно, чтобы все это было продумано и была вот точка невозврата, когда вы понимаете, что спецпроект работает, понятно, что если это мебель, то это немного долгий процесс выбора. Это не за 7 дней, бывает и за 3 недели. Вот. У кого продукт попроще, это может быть сразу эффект виден. Ну и здесь уже делать выводы, насколько спецпроект правильно работает, и всегда быть готовым изменить немного направление в процессе. В общем, быть таким гибким и активным в этом вопросе. Поняла вас. Сергей, давайте чуть более подробно поговорим про перформанс сегодня, потому что когда мы говорим о перформансах новой реальности, сразу на ум приходят следующие вопросы. А будет ли возможный перекос в сторону брендформанс-подходов? А где сегодня искать альтернативные источники трафика? А как адаптировать коммуникацию в новом изменившемся медиаландшафте? Скажите, согласны ли вы с тем, что это реальные вызовы сегодня в сегменте перформанс? И как вы в Асконе отвечаете на эти вопросы? Я согласен, что этот вызов до сих пор тянется. Тут я, наверное, скажу так, что когда это все произошло, уход иностранных площадок рекламных, я понимал, что сейчас у локальных игроков, у наших техногигантов есть хороший шанс. Но так как я знаю не понаслышке, как работает разработка нового продукта, либо ее тестирование и так далее, я понимал, что тут не ограничиться одним кварталом. То есть это будет дольше. И поначалу, да, было тяжело. То есть мы понимали, что откровенно не дотягивает пока что уровень технологий, до которого был у нас. Вот у нас был определенный уровень, он откатился назад, и мы ждали, когда начнется все это развиваться. Это действительно сейчас развивается. Действительно, многие игроки начали работать над теми технологиями, которые были ранее. И это радует. И мы их сейчас тестируем. Да, они... То есть, опять же, их нужно обкатать. Понятно, что сразу они не запустятся так, как это было ранее. Мы их тестируем, мы делаем выводы и стараемся их укрупнить, потому что пока что на тестах это не такая значительная доля в перформансе. Если в срезе перформанса каналах, то это не такая большая доля, которая была ранее. Но это действительно вызов и для нас, и для техногигантов. То есть действительно над этим работаем. И я вот в этом году уже вижу, что все-таки результаты есть. Мы начинаем потихоньку наращивать наши, скажем, каналы. И они, в принципе, дают нужный результат. А что вы думаете насчет возможного перетекания бюджета в сторону брендформанс-каналов? Брендформанс-продвижения? Я на самом деле положительно к этому отношусь. Я знаю, что некоторые очень строго оценивают брендформанс либо во времена кризиса начинают его, скажем так, сокращать почти в ноль. И я как бы уверен, что на самом деле это недооцененный канал. То есть сейчас, например, в условиях падения рынка бренд Оскона держится достойно и в плюсовой зоне. То есть если весь рынок в минус, мы тоже должны были уйти в минус, но бренд в плюсовой зоне. Я считаю, что это заслуга как раз непрекращающегося брендформанса. То есть все-таки, ну, конечно же, еще лояльность. Это очень важно, что клиент остается лояльным. Но, тем не менее, результат брендформанса, он показывает, насколько бренд, скажем, крепкий, наверное, в кризис. И вот это недооценено, я считаю. Многие отключают, потому что оставляют только перформанс, то, что приносит здесь сейчас, не думая, скажем, о будущем эффекте. Сергей, еще одной темой отдельно заслуживающей внимания выступает лояльность клиента. Потому что сегодня важно ведь не только привлечь и даже не только довести до покупки конкретного товара, но еще и удержать и стать лавмарк в сердцах потребителей. В прошлом году в кризисные моменты одним из паттернеров поведения всегда выступает такая гиперчувствительность к цене. Как бренду с этим работать? Как не заиграться только на территории цены и повысить лояльность аудитории? Я здесь думаю так, что лояльность – это очень тонкое искусство. У нас есть руководитель лояльности, и он отлично справляется с этим. Так как мы сейчас, ну не сейчас, а вообще в целом, мы уже давно занимаемся глубокой аналитикой продажи в офлайн. Мы настроили когда-то электронные чеки, и это отличный инструмент для лояльности. Мы получаем сейчас там открываемость электронных чеков 40%. Мы по электронным чекам можем оценить в целом многое о пользователя. И чем больше данных мы о них собираем, да, как бы это громко не звучало, тем более точно мы работаем по лояльности клиента. То есть более много цепочек взаимодействия, мы их сегментируем. То есть теперь менее, скажем, назойливы приходят какие-то определенные рассылки, потому что мы знаем, что кто когда купил и когда ему что понадобится. И более точно получается, да, ему меньше спама, но более рекомендательно точно работаем по аудитории. Поэтому подписки сошли на нет, отписки, наверное, сошли на нет, я предполагаю. И эта работа с сегментацией, скажем, лояльности, ну аудитории лояльности, она в принципе у нас отлично проработана. Ну вот давайте для такого понятного примера. Человек покупает кровать, через день-два ему приходит сообщение о покупке, возможной покупке одеял, подушек и прочее. Рекомендательные, да, рекомендательные товары, они, конечно, я сейчас вам не подскажу через день или два, а может и через неделю. Но мы точно сегментируем не только, когда он купил и что ему может понадобиться, но и бывают такие кейсы, когда мы можем просто напомнить перевернуть матрас. Прошло достаточно времени с покупки, мы вам рекомендуем перевернуть матрас. Были такие у нас цепочки, есть цепочки о рекомендациях, что нужно делать с купленной вами подушкой, да, то есть, ну, мы наращиваем эти цепочки благодаря как раз наращиванию данных о пользователях. В основе коммуникации в первую очередь лежит забота. Забота, это точно. Забота о клиентах и потребителях. Сергей, благодарю вас. Спасибо. Сергей Жуков, глава отдела перформанс-маркетинга компании «Оскона» был у нас в студии. Подписывайтесь на «Диндекс». Мы есть во всех социальных сетях для получения оперативных новостей и у нас есть телеграм-канал «Эдиндекс.Лайф». Новости более подробно читайте на нашем сайте adindex.ru. На этом я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова